Помощи ждали и она пришла. Рабочей группе по бюджету края пришлось вновь пересмотреть денежные графы и перекроить расходы. Регион поддержала федерация. Доходы и расходы регионального финансового документа выросли на 10%, 124 и 129 миллиардов рублей соответственно. Увеличился и дефицит, 5 с лишним миллиардов рублей, но он все еще в пределах нормы. По первому чтению будут составить 116%. Основная часть расходов является социальной, 74% расходов от общего объема бюджета. На социальные сферы и пошли дополнительные 17,5 миллиардов. Собственных доходов из них почти 2 миллиарда с акциза на ГСМ. Остальное помощь федерации. Так, край получил деньги на зарплату бюджетникам, краевую казну пополнили президентские выплаты, средства на питание школьников, а также поддержка для сирот, многодетных семей. Увеличение расходов на здравоохранение, к чему некоторые депутаты призывали не раз на предыдущих сессиях, произошло почти полтора миллиарда рублей. И миллиард из них пойдет на закупку нового медоборудования. Премий по теме бюджета на этот раз не было. Депутаты единогласно утвердили новые вливания, так как на носу утверждение финансов всех уровней. Мы выйдем на параметры бюджета во втором чтении, установлено время. А самое главное, что мы сделаем так, что 27-го будет сессия, и все муниципалитеты, которые должны тоже принимать уже бюджеты на 21 год, они успеют вовремя, своевременно принять бюджеты, довести до граждан, до организации предприятий. Для баланса бюджетов городов и районов края добавят 300 миллионов рублей. А в общем, дотации местным бюджетам на будущий год составят чуть больше 2 миллиардов. Кстати, доработают и проект бюджета фонда медстрахования края. Утвердить главный финансовый документ в окончательной версии планируют на предстоящей ноябрьской сессии.